30 сентября яхта Сибирь завершила глобальную парусную экспедицию, посвященную 200-летию открытия Антарктиды русскими мореплавателями. Своё путешествие мечи начали 7 июля 2019 года. Омская яхта прошла по маршруту первооткрывателей Белинсгаузена и Лазарева. Экипаж Сергея Щербакова достиг шестого континента планеты Антарктиды в феврале 2020 года. Вместе с Сибирью у берегов Иртыша бросила якорь и яхта «Жемчужина». Оба судна совместно совершили парусную экспедицию между Омском и Архангельском, посвященную 75-летию Победы. На родной земле моряков встречали многочисленные друзья. Оркестр Омского речного училища приветствовал экипажи «Яхт Сибирь» и «Жемчужина» на площади перед Тобольскими воротами. Для участников экспедиции здесь прошел небольшой концерт. У нас команда. Каждый может поддержать другого человека. И вот это единство духа, оно помогло справиться с этими трудностями. Хотя действительно были моменты, когда можно было бы, наверное, с жизнью прощаться. Чего стоит только пролив Дрейка. Тем более для такого парусного судна, как наша яхта «Сибирь». Она небольшая, она 12 метров длиной. Там бывают волны 20 метров высотой. То есть вот когда мы столкнулись с 10-метровой волной и перевернулись на ней, это было одно. Но что такое 20 метров, я знал, что там это бывает, но я не знал, как же быть. Единственный путь – это выбрать время и место, чтобы не было такой волны. И мы выбрали, в общем-то, между циклонами. Три дня, когда Дрейк был спокоен. Я в Южном полушарии так много, так долго еще не бывал. Пересекал экватор, но недалеко. А тут мы побывали в самом южном на планете городе Ушуая и пересекли Дрейк и побывали в Антарктике. То есть конкретно на российской полярной антарктической станции Биленсгаузен. Ну, пингвины. Вот я их раньше тоже в живьем не видел. Это, конечно, удивительные существа. Это символ Антарктиды, как белый медведь, символ Арктики, так и пингвины. А самое главное еще – это люди. Потому что везде люди. Ну, мы пересекаем моря и океаны не для того, чтобы их пересечь, а для того, чтобы встретиться там с людьми. Все-таки человек – это существо социальное. Поэтому самый большой след, который остается, вот след в душе – это от встречи. Парусная экспедиция – основная часть международного проекта «Сила России Арктикой и Антарктикой прирастать будет». Помимо экспедиционных мероприятий в портах России и за рубежом были запланированы встречи, посвященные 200-летию открытия Белого континента. Заместитель председателя правительства Татьяна Дернова отметила достижения омских мореплавателей. Всякий раз, встречаясь и с выходцами из России, понятно, что они встречались с бывшими гражданами нашего государства. При этом там были и граждане тех государств, где они побывали. И всякий раз это была Россия, это была заявка на нашу мощь, на наше величие. Поэтому вот в этом смысле они для меня герои. Ну и потом просто физически все было выполнять очень сложно. Мы же понимаем, что такое это яхта и огромный океан. Их не так много для того, чтобы удержаться, для того, чтобы выжить. Они подвиг совершили еще и потому, что они все вернулись живыми и здоровыми, потому что риск был огромным. У них столько испытаний было, да, все это можно посчитать, посмотреть, масса видеоматериалов по этому поводу. Они рисковали. Они же рисковали для того, чтобы лично самим, где-то там, как говорит современный молодежь, засветиться. Что-то там лично про себя рассказать. Не про себя. Не про себя. Они несли рассказ о нас всех, о нашем государстве. Я считаю, что здесь вот все-таки такая, в хорошем смысле, пропаганда нашего региона, наших возможностей состоялась. И это дорогого стоит. И, конечно, мне кажется, что президентские гранты такого уровня, они вот именно так и должны реализовываться. Чтобы был очень большой социальный и патриотический эффект. Тем более, имея такие серьезные даты нашей истории. За 15 месяцев экспедиции яхта «Сибирь» преодолела 30 тысяч морских миль. Побывала в портах 10 стран. На разных этапах экипаж частично менялся. Так на Сибири побывали инженеры, механики, медики, писатели, фотографы, журналисты и геологи. Моментов было много разных. Много. И замечательные встречи на берегах, где нас принимали очень душевные люди. В основном русская диаспора. Русские диаспоры в разных городах. От Амстердама до Рио-де-Жанейро, до Мардель-Платы аргентинской. Потрясающие совершенно отношения. Изумительно. Ну и шторма были интересные такие. Особенно вот за Канарскими островами прилетела нам. Да и в Бискайском заливе, да и в Ла-Манше, да и в Аргентины, у берегов Аргентины. Было так, в общем-то, не скучно. И, в общем-то, я понял, что в школе нас не обманывали. Экватор, Южная Америка, Южный Крест действительно существует. И Антарктида тоже. Такое приключение в 65 лет, это оно, в общем-то, не слабо. Мне понравилось. И, честно говоря, я бы еще сходил куда-нибудь. Есть некоторые планы.